Всем привет! С вами Валера и в этом видео я вам хочу показать два кита, которые были мною собраны. Это киты Снегоболотоход TS1. Данные киты я покупал еще в 2014 году. Киты выполнены мастером из города Пермь, Евген 89. Он также зарегистрирован на rcforum.ru. И скажу так, данный мастер Евгений, мне понравились его киты и я решил их еще тогда купить себе и поставить в коллекцию. И на тот момент, когда я покупал данные киты, кабины КАМАЗ у него не было в наличии, хотя она была предусмотрена. Она у него была просто еще не готова, не отлита. И он мне выслал данный кит без кабины. Кабину я уже ставил от КАМАЗа журнального, который выходил в серии авто на службе. А вот с кабина Урал это все уже было готово, отлито мастером. И сейчас в моей коллекции присутствует два вот таких Снегоболотохода. Модели, конечно, очень интересные, очень оригинальные. Гусеницы сделаны из резины. Все детали отлиты в смоле. И я вам сейчас покажу, что у меня получается вот есть и как они выглядят. Данные модели в оригинале, уже в собранном. Вот, как вы видите, первый кит это Снегоболотоход ТС-1 с кабиной КАМАЗ. Он на нем установлено КМУ для самопогрузки. Вот, вы видите, вот все поворотно. В принципе, тут подвеска получается ходовая. Такая вот немножко вот гуляет, ходит. Вот так вот кит выглядит сбоку. Если сверху смотреть, то вы видите, здесь установлено. Есть фото, присутствуют фото отравленные детали. Это такие, как подножки. Вот сам кит выглядит так сзади. Единственное, конечно, тут у меня отклеился кардан. Но его можно, конечно, потом будет подклеить. Вот так вот кит выглядит сзади. Сам кит, вот бок. Вот его еще одна, вторая сторона. Вот он. Как и говорил, гусеница, это вот резина, мягкая резина. Отлитая, говорю, все очень интересно, очень хорошо. И вот так вот выглядит данный кит спереди. Сразу говорю, что кабина стоит уже не та, которая должна быть. Но, тем не менее, сам кит очень интересный. И очень так гармонично вписывается в мою коллекцию. И, конечно, вот второй кит. Это тоже вот на базе уже, конечно, кабина стоит от Урала. Вот как вы можете видеть сбоку, вот там и присутствуют карданы, все стоит. Также присутствуют фотоотравленные детали, это подножки. Из фотоотравления состоит, вот здесь дворники фотоотравленные. Облицовка радиатора фотоотравленная. Это все шло в комплекте к данному киту. Вот кит выглядит так. Модель сама теперь выглядит сбоку. Кузов отлитый тоже все в смоле. Я бы как говорил, все полностью выглядит вот так вот снизу. Это смола. Единственное, что... Что такое, как вот оптику, конечно, пришлось немножко что-то сверху противотуманки ставить уже самому. А так вот сам кит. Вот он в таком виде у меня сейчас присутствует в коллекции. Красил я модель. Сразу говорю, что красилась кисточкой. Краску я использовал валеджио, потому как я очень давно, уже много лет пользуюсь краской валеджио. Потому что я также собираю еще и в 35-м масштабе модели. И поэтому иногда даже просто стараюсь некоторые модели покрасить именно кисточкой. И вот вы можете видеть, какие в свое время интересные модели выпускал Евгений из города Пермь. Конечно, не знаю, может он и сейчас, может, у него есть и сохранились пресс-формы. Возможно, он и сейчас может выпускает. Но это уже, если кто захочет, может зайти на РЦ Форум, зарегистрироваться там. Списаться с данным мастером. Если хотите, ссылку я вам оставлю под видео. И вы уже можете просто с ним списаться, спросить у него, есть ли у него в наличии данные киты. Или вообще, может он еще пересделать перевыпуск данных китов. Поэтому вот такие вот у меня две интересные модели снегоболотоходов присутствуют в коллекции. Это вот такой вот мой краткий ролик. Тому, какие у меня два снегоболотохода присутствуют в коллекции, я заканчиваю. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте. Также ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И я вам еще покажу другие свои киты, какие-то модели, что у меня присутствует в коллекции. Потому как коллекция у меня такая маленькая пока, что еще где-то в районе полторы тысячи штук. Но потихоньку все вам покажу и расскажу. Поэтому всем вам большое спасибо. С вами был Валера. И пока, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok